Глава 5. Подзаголовок 14. Поэтапный план ООП, утвержденный сессией ПНС 8 июня 1974 года. Поэтапный план содержал два принципиально новых компонента. Во-первых, он предусматривал немедленное создание палестинского государства на любом участке территории, который будет покинут Израилем. Пункт 2. Во-вторых, палестинское государство, которое будет создано на покинутой Израилем территории, станет плацдармом общеарабской агрессии против еврейского государства. Пункт 8. Полный текст этого решения, составленный в характерных для ООП вычурных, но достаточно ясных выражениях, приводится в конце книги в приложении 13. Хотя ПНС официально утвердил в целом этот план поэтапного уничтожения Израиля, в руководстве ООП не утихали споры относительно его различных составляющих. Так, например, лидер Народного фронта освобождения Палестины Жорж Хабаш считал промежуточный этап создания палестинского государства на части территории Эр-Цесраиль излишним, поскольку он полагал, что усиление кампании антиизраильского и международного террора само по себе обеспечит условия для достижения принципиальных целей ООП. Однако Ясер Арафат и Абу-Ияд настаивали на том, что сочетание террора и дипломатии явится более действенным стратегическим средством, нежели просто террор. Их позиция снискала особенно широкую поддержку в ООП, когда Запад под руководством американской администрации Рейгана доказал свою решимость противодействовать терроризму. Бомбардировка ливийских объектов, осуществленная американскими ВВС в 1986 году, стала явным свидетельством того, что отныне террористические организации и государства, оказывающие им покровительство, не смогут уклониться от ответственности за свои деяния. Этот прозрачный намек был прекрасно понят в Дамаске, Тегеране и других столицах терроризма на Ближнем Востоке. Особенно хорошо американский намек был понят в штаб-квартире ООП в Тунисе. Террористическая деятельность этой организации была в значительной мере свернута, и уже в 1987 году ООП оказалась в состоянии прогрессирующего структурного паралича. Чтобы сохранить свое влияние, палестинская организация должна была найти новое эффективное сочетание насилия и дипломатического давления. И именно тогда, в конце 1987 года, на контролируемых Израилем территориях вспыхнула интифада. Это новое явление массового насилия не было порождено стратегическим гением лидеров ООП. Однако интифада буквально вдохнула новую жизнь в одрехлевшие структуры палестинской организации и обеспечила ей конкретные политические цели. Ежедневная критика в адрес Израиля со стороны иностранных средств массовой информации создала благоприятные условия для выдвижения требования об израильском отступлении из Иудеи, Самарии и Газы. Тем самым сторонникам поэтапного плана в рядах ООП было обеспечено решающее преимущество над теми, кто сомневался в его правомерности и политической эффективности. Стало ясно, что пропагандистское давление может привести Соединенные Штаты в ряды государств, одобряющих реализацию первой стадии поэтапного плана, каково и является создание государства ООП на территории Иудеи, Самарии и Газы. Спор между сторонниками и противниками поэтапного плана был окончательно разрешен на сессии ПНС в Алжире в 1988 году. Основные группировки ООП объединились вокруг Арафата и Абу-Ияда, выступавших и выступающих за поэтапное уничтожение Израиля. Абу-Ияд праздновал личную победу. Он отстаивал эту стратегию неустанно, даже более твердо, чем Арафат. В 1987 году Абу-Ияд доходчиво изложил основы своего мировоззрения. Следуя поэтапному плану, мы создадим палестинское государство на любом клочке Палестины, с которого отступит враг. Палестинское государство станет одним из этапов нашей длительной борьбы за освобождение всей территории Палестины. Мы не сможем осуществить свою стратегическую цель утвердить палестинское государство на всей территории Палестины, не образовав сначала палестинское государство на части ее территории. Конец цитаты. Через несколько дней после того, как, выступая в Женеве, Арафат признал в кавычках «право Израиля на существование», Абу-Ияд высказался о долгосрочной стратегии ООП. «Сначала маленькое государство, и с помощью Аллаха оно расширится на восток, запад, север и юг. Я заинтересован в постепенном освобождении Палестины шаг за шагом». Конец цитаты. При иной оказии он сформулировал свою мысль еще короче. «Палестинское государство станет трамплином для освобождения Яфа, Акка и всей Палестины». Будучи главным идеологом ООП, Абу-Ияд старательно разъяснял, что поэтапный план никоим образом не противоречит палестинской хартии, согласно которой целью организации является уничтожение Израиля. Напротив, поэтапный план является тактической реакцией на меняющиеся геополитические условия, и он обеспечит практические средства для реализации целей, указанных в Палестинской хартии. По словам Абу-Ияда, поэтапный план отражает текущую ситуацию и не требует отмены Палестинской хартии». 6 декабря 1988 года Абу-Ияд сказал «Мы поклялись освободить Палестину даже в тех ее границах, которые существовали до 1967 года. Мы постепенно освободим всю Палестину. Границы нашего государства, о котором мы говорим сегодня, составляют лишь часть наших национальных устремлений. Мы будем способствовать их расширению с тем, чтобы в конце концов осуществить наши чаяния на всей территории Палестины». Конец цитаты. Торжествуя свою идеологическую победу после алжирской сессии ПНС и выступления Арафата в Женеве, Абу-Ияд отметил, что постепенное продвижение к стратегической цели ООП является единственным способом заручиться поддержкой мирового сообщества. «Вооруженная борьба должна опираться на твердую политическую основу, которая позволит миру принять результаты нашей вооруженной борьбы», – заявил он. ООП и впредь будет действовать обоими средствами, винтовкой и дипломатией. Конец цитаты. Смысл его слов достаточно ясен. Сочетание лжи и террора более действенно, нежели террор как таковой. Это мировоззрение характерно не для одного только Абу-Ияда, но для большинства лидеров ООП. После того, как Женевское заявление Арафата о «признании в кавычках Израиля» принесло немедленный политический результат, руководителей ООП охватила эйфория. Именно в этот период многие из них с небывалой откровенностью говорили о своих принципиальных установках. Никто из палестинских представителей не забыл упомянуть о том, что конечной целью ООП остается уничтожение Израиля. Но даже если бы кто и запамятовал эту важную деталь, Ясер Арафат напомнил бы ему о ней. Так, например, весной 90-го года председатель ООП выступил со следующим заявлением. «Борьба палестинского народа будет продолжаться до полного освобождения палестинской земли. Этой борьбе палестинского народа следует помогать до тех пор, пока вся Палестина от реки Иордан и до Средиземного моря не будет освобождена». Мы снова убеждаемся в том, что выступая по-арабски, Арафат не ограничивает свои цели освобождением в кавычках «Иудеи, Самарии и Газы». Он постоянно говорит о всей Палестине от реки до моря. Ему вторит Фарук Каддуми, начальник политического отдела ООП. «Возвращение частички нашей земли не убедит нас отказаться от остальной части Палестины. Мы разобьем свои лагеря везде, куда только долетят наши пули и наши лагеря станут базой, с которой мы приступим к осуществлению следующего этапа». А вот заявление шейха Абдель-Хамида Ас-Саяха, председателя Палестинского национального совета. «Даже если ООП сумеет основать государство на западном берегу и в секторе Газы, это не помешает нам продолжить борьбу за освобождение всей Палестины. Получив часть Палестины и создав на ней свое государство, мы сможем затем, твердо стоя на земле Палестины, обратиться к миру с просьбой содействовать возвращению наших прав нации и народа. Мы попытаемся добиться того, что возможно уже на нынешнем этапе, а затем мы потребуем большего». Конец цитаты. И снова Саях. «ПНС согласится принять промежуточное решение, смысл которого в том, что мы возьмем все те территории, какие можно сейчас получить. После этого мы потребуем оставшуюся часть Палестины». Все фракции ООП, в том числе самые экстремистские, приняли со временем эту «умеренную» в кавычках концепцию поэтапного уничтожения Израиля. Вот, например, заявление НФОП, второй по величине фракции ООП, выступавшей в прошлом против поэтапного плана. «Создание палестинского государства на западном берегу Яордана и в секторе Газы станет началом краха сионизма. Мы сможем опереться на это поражение противника с тем, чтобы завершить борьбу и осуществить нашу конечную цель, которая состоит в полном освобождении национальных земель Палестины». Конец цитаты. В издании НФОП «Эль-Хаддаф» 9 апреля 1989 года было прямо сказано, «Мы стремимся создать государство, которое послужит нам для освобождения оставшейся части Палестины. В том же духе высказывается Наив Хаватме, лидер ДФОП, еще одной радикальной в кавычках фракции в составе ООП. «Палестинская борьба должна быть нацелена сегодня на создание государства на западном берегу и в секторе Газы. Это не помешает нам достичь нашей конечной цели освобождения всей Палестины». Конец цитаты. Таким образом, с принятием поэтапного плана существовавшее в ООП разногласия между «экстремистами» в кавычках и «умеренными» в кавычках отпали. Сегодня, когда между различными группировками ООП установились вполне гармоничные взаимоотношения, идеологическая полемика ведется не внутри организации, а между ООП и Хамасом, движением исламских фундаменталистов. Влияние Хамаса в палестинском обществе стремительно возрастало в последние годы, и многие на Западе торопили Израиль, советуя ему вовремя заключить сделку с «умеренной» в кавычках ООП, дабы не оказаться перед необходимостью диалога с исламскими фанатиками. Нашим доброжелателям, выступавшим и выступающим с подобными советами, следовало бы прислушаться к словам Рафика Натше, одного из центральных деятелей арафатовского фатха. Натше описывает разногласия между ООП и Хамасом следующим образом. Члены Хамаса говорят, что вся Палестина наша, и они хотят освободить ее от реки до моря одним ударом. Фатх, ведущий за собой остальные группы ООП, полагает, что нам следует действовать в соответствии с поэтапным планом. Конечная цель обеих сторон одна и та же. Разница между ними состоит только в том, что мы по-разному видим пути, ведущие к этой цели. Конец цитаты. На мрачном горизонте палестинского экстремизма Израиль искал хоть какое-то светлое пятно. Определенные надежды возлагались на то, что представители арабов, иудеи, Самарии и Газы, уполномоченные Арафатом вести переговоры с Израилем в рамках Мадридской конференции, проявят большую умеренность, нежели официальное руководство ООП. Увы, эти деятели не пожелали уклониться от стратегической доктрины ООП ни на миллиметр. Самым заметным из числа представителей арабского населения контролируемых территорий оказался Фейсал Хусейни, сын Абдель-Кадера Эль-Хусейни. За несколько недель до того, как президент США Буш принял его в Белом доме в декабре 1992 года, Фейсал Хусейни детально изложил свои политические взгляды в интервью Иорданской газете. «Глобальная стратегия является функцией основополагающих интересов и принципов, которые не зависят от сиюминутных политических лозунгов и не порождены конъюнктурными соображениями. Так Россия, например, имеет постоянный интерес, который сохраняет и сегодня «выйти к теплой воде», иметь порты на юге». Точно так же Германия неизменно стремится к господству над Европой, почему и развязала две мировые войны, в которых была разгромлена, однако же она не отказывается от этой стратегической цели и по-прежнему настойчиво стремится к ней. Период, в который мы живем, как палестинцы и орданцы и арабы, дает нам исторический шанс, который не скоро повторится. Нынешний период подобен ситуации, царившей после Первой и Второй мировых войн, когда целые народы и государства были стерты с карты мира. На нас лежит обязанность работать со всем возможным тщанием в новых исторических условиях, чтобы зарезервировать за собой позицию, позволяющую нам заключать в дальнейшем новые союзы, которые приблизят нас к достижению нашей глобальной цели. Мы должны помнить, что фраза «от моря до реки» не является лозунгом нынешнего этапа, но мы не отказались и не откажемся ни от одного из своих обязательств, остающихся в силе уже свыше 70 лет. Поэтому нам следует помнить, что объединенное арабское-палестинское общество вполне может бороться с израильским обществом, процесс формирования которого пока не завершился. Рано или поздно мы заставим израильское общество сотрудничать с более широким арабским обществом, а потом постепенно мы добьемся ликвидации сионистского образования государства Израиля. Конец цитаты. Хусейн призывает арабов не забывать о том, что скрывается за лозунгом о создании палестинского государства в Иудее, Самарии и Газе. В том, что касается суверенной территории Израиля, основополагающая цель остается прежней. Палестинский народ не отказывается от своих обязательств в кавычках 70-летней давности. Ликвидация сионистского образования в кавычках по-прежнему является конечной целью борьбы. Подведем итог, сказанному выше. ООП имеет не один, а два фундаментальных документа. Оба они определяют долгосрочные цели палестинской политики. Оба документа были утверждены на сессиях ПНС в Каире. Первый в 64-м году, второй – 10 лет спустя. Первый документ – это палестинская хартия, конституционная основа ООП, объявляющая целью и смыслом деятельности этой организации уничтожение Израиля. Второй документ – это поэтапный план, определяющий конкретные политические средства, которые будут использованы для достижения указанной цели. Палестинская хартия известна многим на Западе, но стратегия ООП может быть действительно понята только при сопоставлении этого документа с менее известным поэтапным планом. Ахмед Ситки-эль-Деджани, один из 15 членов исполкома ООП, объясняет. Мы в ООП проводим четкое разделение между палестинской хартией и конкретными политическими программами. Хартия указывает на неизменную цель нашей политики, а конкретные политические программы определяют средства, которые могут быть использованы для ее поэтапной реализации. Рафик Натша резюмирует. Палестинская хартия является основой политической и военной деятельности ООП. Наша сегодняшняя политическая тактика основывается на поэтапном плане. Перед нами стоит задача привести конкретные политические решения нашей организации в гармоничное соответствие с палестинской хартией и поэтапным планом. ООП даже не помышляет об отказе от ядовитой ненависти Муфтия, о завершении 30-летней кампании террора, о расставании со сладостной мечтой о последней войне, которая положит конец существованию Израиля. Напротив, лидеры ООП делают все возможное для того, чтобы ненависть жила в сердцах, террор продолжался, а война на уничтожение Израиля приблизилась. Поэтапный план позволил им добиться небывалой консолидации в рядах ООП, и теперь даже самые яростные фанатики могут оправдать свои частичные достижения тем, что они являются подготовительной стадией той грядущей тотальной войны, для разжигания которой будет использовано суверенное палестинское государство. И их не смущает то, что это государство будет обладать поначалу куцами границами. Однако будущая война, которую ООП намерены развязать с помощью своего государства, это отнюдь не единственная опасность, угрожающая Израилю со стороны палестинской организации. Субтитры создавал DimaTorzok